Привет! Сегодня я покажу вам самое запрашиваемое видео. Это как растянуться на шпагат. Естественно, эти упражнения, они не какие-то волшебные или суперэксклюзивные. Это просто упражнения, которые помогут вам растянуть мышцы спины и ног для того, чтобы сесть на шпагат. Самое главное в этой непростой задаче – это регулярность. И не забудьте отлично разогреться перед тем, как начнете эти растяжки. И не обращайте внимания, если вы, как говорится, как буратино, не сгибаемы. Ничего страшного. Время и упорство поможут всему. Приступаем! Наше первое упражнение будет растяжка ног и нижней части спины. Я предлагаю начинать любую растяжку с этого упражнения. Здесь вы пытаетесь, естественно, поставить руки на пол и растягиваете нижнюю часть спины, нижнюю часть ног. Что вы хотите, это чтобы ваши пальцы касались пола. Это наша цель номер один. И потом вы хотите приблизить свое тело как можно ближе к коленям. Ну и конечная цель – это, естественно, быть настолько гибким, чтобы все тело касалось ног и голова была между ног. В то время, как вы растягиваетесь, находитесь в этой позиции, колени должны держаться всегда прямыми и ноги засемленными на мать. Не забывайте дышать во время растяжки. Это очень помогает. Я вам предложила сделать эту растяжку, ну где-то держать ее минуту наверх. И можно сделать два-три подхода. Когда вы поднимаете ноги на пальчики, например, здесь, чувствуете больше растяжку. Никаких движений в виде вот такого баунтфинга. Только, только находитесь внизу. Можете руки взять, чтобы оттяжелее было. И находитесь, дышите, спокойно опускаетесь вниз. Следующее упражнение – это растяжка. Обратите внимание, пятка стоит на полу. И вы садитесь так. Если вы не можете, вы можете остаться в этой позиции. Вот так. Или еще выше, если вы вообще не можете. Руки пусть вам помогают. Когда вы сможете, вы уже сможете сесть. И держать, растягивать ногу. Чтобы также усилить эти мышцы, можно делать перевод. Также, если вы не можете сидеть так низко, вы сидите здесь. И помогайте себе передвигаться. Вы держите растяжку. Опускаетесь так низко, как можете. Держите растяжку около 30 секунд. Считайте сами при себя. До 30, прямо как в детском садике. 1, 2, 3. Ничего в этом страшного. Однако, это поможет вам понять, какое количество времени 30 секунд, на самом деле, занимает. И так можно сделать от двух до пяти подходов. По 30 секунд. Отлично он будет здесь чувствоваться. Отличное упражнение для наклона к ноге. Одна нога согнута впереди. Другая пельмана. Носок вытянут. И наполняемся. Обратите внимание, вы наклоняетесь животом к коленке. А не головой к коленке. Спина примахнет. И так держим 30 секунд опять-таки. Потом делаем носочек флекс. И тянемся снова. Тогда у нас больше будет растягиваться подколенное сухожилие. Отлично. Обратно поменяем ногу. Когда вы начинаете, вы можете, может быть, самое ваше большое, будет, сколько вы можете нагнуться, это настолько. Это нормально. Главное, чтобы вы тянулись животом к коленке, а не головой. Это неправильно. Шивотом к коленке. Чтобы спина прямая, вы можете просто взбирать на диагонали. И потом, когда вы уже сможете, вы можете руками вперед долететь. Даже если сможете, обнимите ногу и подтащите себя. Все делаем медленно. И никаких рывков. И когда вы тянетесь, вы должны нагибаться до такого уровня, когда вам не становится немножко больно. Так, что еще терпимо. И держитесь на этом уровне. Если вы смелые, может, немножко пониже, конечно. Но ладно. Это вот такая. Поддержите заднюю ногу как можно прямее, прямая и сильная. Здесь 90 градусов. И растягивайтесь. Чувствуете растяжку здесь. Очень-очень-очень хорошо чувствуется растяжка. Держите 30 секунд. Опускайте. И, если можете, если можете, наклонитесь еще ниже. И вот тогда вы отлично почувствуете растяжку с другой стороны ноги. И не забудьте поменять стороны. Прямая нога. Если можете, не держите руками за пол. Тогда нагрузка на растяжку еще больше. Но это только если вы можете. Потому что это очень тяжелое упражнение. И мы не хотим повредить свои мышцы и связки. И опускаемся. Теперь растяжка очень чувствуется в этом месте. Отлично. Следующее упражнение будет упражнение, известное в йоге как голубь. Вы сгибаете ногу в колене. Вы сгибаете ногу в колене. Растяжка нижней части спины. Растяжка нижней части спины. Растяжка нижней части спины. Здесь важно, чтобы ваша пятка была не под бодрами, а сбоку. Следующая растяжка это растяжка бабочка. Дальше. Соединяем наши ноги на месте. Держимся. Спина прямая. И пытаемся опустить коленки на пол. За большую силу наших боктей можем давить на коленки. И чем ближе ноги к телу, тем тяжелее растяжка. Если вы не уходите здесь, это легче. Если здесь, то тяжелее. Здесь тоже нельзя делать никаких упражнений. Просто тихонечко давим вниз. С помощью, если вы, когда вы начнете это делать, вы поймете, как сильно мышцы живота просто работают. Дальше. 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 Следующее упражнение вы можете делать, когда у вас есть время, или вы просто читаете книгу. Или, в общем, это в системе. При помощи гравитации ваши ноги будут опускаться с каждой секундой ниже ниже и вы можете помогать также себе руками. Обратите внимание, что ваше тело должно касаться стены. И какая же растяжка на шпага без поперечного растяжки. Итак, что вы делаете сначала, вы раздвигаете свои ноги на ту швырину, на какую она в первый раз раздвигается. Что мы будем здесь делать? Первое, мы будем тихонько наклоняться вперед. Кто сколько может, если вы можете быть здесь, это нормально, если вы можете немножко отойти ниже, это тоже хорошо. Главное, чтобы вы не делали ошибку, которую все делают. Вы не пытаетесь застать лбом до пола, вы пытаетесь положить ваш живот на пол. лбом до пола. То есть, это выглядит вот так. Видите, голова не идет первый, первый идет живой. лбом до пола. Так. И закрепили здесь. И как во всех растяжках, сидим здесь на уровне 30 секунд. этот уровень, это там, где вам немножко больно, но терпимо. И вы пытаетесь здесь, дыша, опускаться немножко ниже. Потом отсюда переходим к одной ноге. Заметьте, ноги прямые, коленки на полу. И точно так же здесь мы тянемся животом к коленке. Никаким образом, никогда мы не тянемся головой к коленке. И когда мы тянемся к одной ноге, другая нога лежит плотно на полу. Точно так же 30 секунд. Переходим. Всегда обращайте внимание, чтобы коленка была прямая. И снова сюда. Если вы не можете лечь животом на пол сразу, это нормально, потому что я занимаюсь растяжкой уже многие-многие годы, поэтому я такая гибкая. И вы тоже можете. Главное, чтобы регулярно это делать. Итак, после того, как мы наклонились посередине и два раза по бокам, мы ставим руки назад, немножко приподнимаем наше тело и как бы двигаем свое тело вперед. Этим мы увеличиваем растяжку. И повторяем все то же самое, что мы делали. Сначала вперед. И потом по бокам. Главное. И так. И так. И так. И так делаем еще раз. И снова посередине и по бокам. На этом упражнения нашей первой части растяжки к шпагату закончились. Я желаю вам удачи и дерзайте. Не забывайте, что регулярность это самая важная часть к доведению вас до шпагата. Удачи! Пока!